МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посетил стадион Астана-Арена, аккредитационный центр, расположенный в легкоатлетическом комплексе «Казахстан» и подром «Хазанат». Хасмужмар Тутухаева представили форму национальной сборной и доложили о подготовке наших спортсменов. Ожидается, что в пятых Всемирных играх кочевников примут участие 2800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран. В эти дни столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. В цели формирования инфраструктуры Всемирных игр будут примирены наиболее удобные принципы линейного устройства. Все максимальные колеса объектов находятся на одной территории. Семь столичных объектов, как я уже сказал. Состязания по народным играм. В 19 стадионе Астана-Арена будут открытия. В дворец Жек-Пи-Жек там у нас все виды борьбы соревнований будут проходить. Гостиница «Думан» – это интеллектуальные игры. Здесь у нас страны участвуют в Центр, а в Национальном музее пройдет международная научно-фактическая конференция. Президент сегодня также посетил новые школы столицы. Их построили в рамках национального проекта «Комфортная школа». Сейчас на учебных объектах завершают отделочные работы, устанавливают мебель и благоустраивают территории. Главе государства доложили, что в школах создана комфортная среда для обучения детей. В частности, установлена система видеонаблюдения и контроля входа. Также подготовлены необходимые условия для учащихся с особыми образовательными потребностями. Сегодня в правительстве обсуждали подготовку к отопительному сезону. Объекты образования готовы на 88%, медицинские – на 87%. Такие данные озвучил министр промышленности и строительства. При этом жилые дома пока готовы только на 70%. Отмечаются ненадлежащие темпы готовности жилья в Шемкенте. На предстоящий отопительный сезон в нашей стране потребуется 8,6 миллионов тонн угля. По словам министра, слабая работа по заготовке твердого топлива в шести регионах. В Хазалардинской области, Карагандинской, Ахмолинской, Восточно-Казахстанской и в области Абай, а также в Астане. КТЖ и угледобывающие предприятия готовы поставлять необходимый объем угля в регионы согласно планам. Указанным регионам нужно активизировать работу, сказал Шарлопаев. Что касается финансов, в этом году на модернизацию 163 километров теплосетей выделили больше 92 миллиардов тенге. Это целевые трансферты и деньги из резерва правительства. Акиматы области обязаны до конца сентября завершить все ремонтные работы на теплосетях, а до 1 сентября обеспечить готовность объектов образования. До середины октября паспорта готовности к зиме должны получить жилые дома, объекты здравоохранения и ЖКХ. Темпы подготовки к отопительному сезону остаются низкими. Акиматы недостаточно контролируют данный процесс. При этом финансовые средства из республиканского бюджета были направлены своевременно. В целях качественной подготовки к предстоящему отопительному сезону поручаю создать оперативный штаб под руководством Романа Скляра. Подготовка к отопительному сезону продолжается в Ак-Тубе. В городе обновляют 7 километров теплосетей. Энергетики говорят, это позволит снизить износ теплотрасс и исключить потери. Подробности в следующем материале. В многоэтажных домах по улице Алтансарина в Ак-Тубе теплосети не обновлялись десятки лет. Особенно сильно изношены трубы, проложенные от смотровых колодцев к домам. Сейчас их заменяют на новые. Одновременно с этим ведут реконструкцию теплосетей на улице Есет-Батыра, проспекте Абулха-Ирхана и в микрорайоне Авиагородок. Здесь обновляют трубы протяженностью 7 километров. А коммунальное предприятие направило на эти цели 900 миллионов тенге. Эти средства удалось привлечь благодаря повышению тарифов на тепло, сообщил главный инженер коммунального предприятия Олжас Миктебаев. Во время гидравлических испытаний мы обнаружили ряд дефектов в теплотрассе. Сейчас ведем замену проблемных фрагментов. Текущий ремонт завершили на 75-80%. Они будут полностью готовы к началу отопительного сезона. Октюбинская теплоэлектроцентраль обеспечивает теплом 80% объектов города. Как пояснил главный инженер ТЭЦ Александр Давыскиба, уже отремонтировали 5 паровых котлов. Модернизацию остальных двух обещают завершить до сентября. До сегодняшний день ремонтом выполненным станция готова к отопительному сезону. Сейчас ведется работа с документацией на получение паспорта готовности. Бесперебойная подача тепла в отопительный сезон зависит от состояния городских теплосетей, подчеркивают тепловики. На сегодня они изношены на 59%. В ближайшее время коммунальное предприятие проведет гидравлические испытания самых аварийных участков и приступит к устранению дефектов. Аслан Абуталипов, Мансур Есхожин, Булатбек Молдагалиев, Айбек Даутов, Ахтобе, 24КЗ. Другим темам. Получить кредит в микрофинансовых организациях казахстанцы теперь смогут только после прохождения биометрической идентификации. С сегодняшнего дня изменились правила предоставления займов электронным способом. Кроме того, военнослужащим предоставят отсрочки по платежам, а демобилизованным – финансовые каникулы. Напомню, с июля в Казахстане действует закон о снижении рисков при кредитовании и защите прав заемщиков. Санья Кубжасарова с подробностями. С сегодняшнего дня банки и микрофинансовые организации больше не будут начислять проценты на просроченные потребительские кредиты. Это касается займов с задержкой по выплатам больше 90 дней. Таким образом, государство выстраивает новое взаимодействие между банками, МФО, должниками и коллекторами. Последним, кстати, придется изменить принципы работы. С 1 октября 2024 года вводится прямая законодательная обязанность коллекторского агентства урегулировать приобретенную задолженность. Они должны будут в течение 20 дней после 1 октября уведомить всех своих текущих заемщиков о том, что они вправе обратиться к коллектору за урегулированием. В своем заявлении они должны будут указать причины возникновения задолженности, а также предложить свои меры по снижению их долгового времени. Обязательно к такому заявлению необходимо приложить документы, которые подтверждают те обстоятельства, приведшие к неисполнению обязательств. В свою очередь, коллектор будет рассматривать такое заявление, установленные сроки и должен будет предоставить свой ответ. Закон теперь дает возможность должникам договориться с коллекторами, как части основного долга, так и по пене и штрафам. Однако это история не про списание и прощение кредитов, это меры оптимизации наказания, подчеркивает столичный экономист Ануар Нуртазин. Сегодня в глубокой долговой яме свыше полутора миллиона казахстанцев. Это те, у кого просрочка больше трех месяцев, а сумма этого долга превысила полтора триллиона тенге. Этот механизм для Казахстана новый, поэтому говорить, поможет ли он разрешить эту ситуацию, наверное, будет еще слишком рано. Фактически, государство пытается передать вот эту медиативную роль на коллекторов и на омбудсмена финансовых. Соответственно, механизм разрешения споров для того, чтобы дальнейшие споры, скажем так, в судебном порядке сделать более мягкими и удобными. Это всего лишь начало, и здесь нужно подходить со второй стороны и более четко и жестко регулировать процессы выдачи кредитов, более четко регулировать коэффициент долговой нагрузки и, наверное, в будущем уже списывать дополнительные пени и штрафы, которые образуются в качестве просрочки от неуплаты уже в безусловном порядке. В стране сегодня зарегистрировано 196 коллекторских служб. Банки МФО передали им долги почти 900 тысяч заемщиков. Это данные на начало 2024-го. В ближайшие два года, пока действует мораторий, коллекторам предстоит разрешить сложные ситуации с должниками. Напомню, с 1 июля банки МФО больше не придают проблемные кредиты специалистам по возврату денег. Это сделали, чтобы снизить закредитованность населения. К этому часу у меня все. Далее эфир продолжит дневная смена. Ко мне присоединяется Каэржан. Смогулов Каэржан. Приветствую. Передаю слово. Здравствуйте. Спасибо огромное. Сегодня поговорим о водных ресурсах, о том, как их сберечь не только внутри нашей страны, но и на международном уровне буквально через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова